А вот на реконструкцию бассейна Лазурный в Ярославле выделят порядка миллиарда рублей. За это региональные парламентарии также проголосовали сегодня. Еще одна важная тема заседания Облдумы – расширение списка льгот семям участников спецвоеноперации. Александр Захаров работал на Советской площади. На полтора миллиарда рублей увеличиваются доходы областного бюджета в этом году. Поступление в казну обеспечено сбором штрафов за нарушение правил движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Кроме того, поможет федеральный бюджет. По поручениям губернатора более 630 миллионов будет выделено на капитальный ремонт дорог. Немалая доля, а это почти полмиллиарда рублей на устройство автоматических пунктов в бесогабаритном контроле. В целом бюджет расходной его части Рославской области сегодня составляет 134 миллиарда рублей. Рост к уровню прошлого года очень значительный. Это порядка 18%. И я думаю, что это потребует очень серьезного напряжения и усилий и со стороны правительства, и со стороны Ярославской областной думы, для того, чтобы наполнить его в этом объеме всем, чтобы в своевременно и в срок выполнить все расходные обязательства. На дороги области в этом году будет направлено более 18 миллиардов рублей. Почти миллиард выделят на реконструкцию бассейна Лазурный в Ярославле. Сложнейший инженерный объект. То есть это не просто здание, где какие-то перекрытия, какие-то общие кабинеты, спортивные залы. Это инженерное, скажем так, большое, серьезное сооружение с соответствующими очень сложными проектно-сметными вопросами, которые необходимо, во-первых, сделать согласно, скажем так, современного, да, современного видения бассейна с олимпийской дистанцией, ну и, конечно же, ремонт. Также сегодня областная дума в двух чтениях приняла закон, расширяющий меры соцподдержки для семей участников СВО. Теперь ярославец, заключив контракт в любом регионе страны, может рассчитывать на то, что его родные, проживающие в Ярославской области, будут получать все меры соцподдержки. Это освобождение от платы за детский садик, одноразовое горячее питание в школах, это газификация и предоставление социальной поддержки для граждан. Дополнительные средства будут направлены и на обустройство, и восстановление воинских захоронений, и военно-мемориальных объектов. На эти цели к ранее предусмотренным средствам добавят 10 миллионов рублей. Александр Захаров, Василий Мосин. Главные телевизионные новости.